Здравствуйте! В студии новостей телеканала Видное ТВ Наталья Буслаева. В этом выпуске я и мои коллеги расскажем вам о том, как проходит голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Сегодня, 1 июля, основной день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Ровно в 8 утра все 63 избирательных участка, расположенных на территории Ленинского городского округа, были открыты. Уже шесть дней вся страна принимает активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Сегодня 1 июля, последний, завершающий день, когда можно отдать свой голос. Мы находимся на избирательном участке номер 3624, который находится в историко-культурном центре. Как и на всех других 63 участках Ленинского городского округа, двери для избирателей открылись ровно в 8 часов утра. Уважаемые члены комиссии, уважаемые наблюдатели, участок 3624 к выборам готов. Голосование проходило в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по всем санитарным нормам, с соблюдением социальной дистанции и использованием средств индивидуальной защиты. Хочу обратить внимание на то, что в этот раз у нас заявки для голосования на дому принимаются до 17.00, поэтому те, кто не успели еще оформить заявки и по каким-либо причинам не могут самостоятельно прийти на избирательный участок, пожалуйста, вы можете позвонить либо в свою участковую комиссию, либо обратиться к нам в территориальную избирательную комиссию по телефону 541 1788 до 17.00. Мы примем заявку и обязательно комиссия к вам выйдет. Каждый комплект для голосования на дому был заранее упакован в стерильный конверт. Стоит отметить, что голосование длится уже неделю. Каждый день проходил по одному и тому же сценарию. После закрытия участка все бюллетени изымались из урн и опечатывали сейф-пакет. То есть также составлялся акт и все это убиралось сейф. После сегодняшнего закрытия участка все эти пакеты будут скрыты. Будет пересчитано количество бюллетеней и также будут разделены кто за, кто против. Чтобы исполнить свой гражданский долг, жители начали приходить на участок с самого утра, несмотря на выходной день. На соседнем участке в районном центре культуры и досуга проголосовал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Самая главная установка, которую делал губернатор, который делал ЦИК для нас, это сохранение безопасности и соблюдение всех мер противоэпидемиологической защиты. Вот мы сейчас убедились и инспектирую и сегодня о том, что все меры выдерживаются и жалоб по этому поводу у нас не поступило ни одной. Сопровождал главу депутат Московской областной думы Юрий Липатов. Вместе они проконтролировали ход проведения голосования на участках и поблагодарили членов участковых избирательных комиссий за их работу. Само спокойное на участке. Голосование идет хорошо. То есть народ приходит. Голосование длиной в неделю проводится в России впервые. Такой формат прежде всего направлен на то, чтобы в целях повышения безопасности сократить количество людей, находящихся на участках одновременно. Всех, естественно, призываю сегодня прийти и проголосовать тех, кто не успел это сделать. И, конечно, хочу сказать, что мы сегодня фактически формируем свою историю и понимаем на свою ответственность перед будущим. Избирательные участки закроются в 20.00. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Видное ТВ. В течение сегодняшнего дня наши корреспонденты работают на избирательных участках в разных точках Ленинского городского округа. Слово Юлии Пагасьян. С 25 июня вся страна голосует по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Сегодня, 1 июля, финальный день голосования. В Ленинском городском округе работает 63 избирательных участка. Мы находимся на участке номер 1298 по адресу проспект Ленинского комсомола, 23, дом 3. Обстановка была достаточно очень спокойная. Жители наши все активные, потому что большую часть нашей участки занимает старый город. Там люди все-таки более старой закалки, которые знают свою ответственность и хотели пройти поголосовать. Также на этом избирательном участке голосует председатель Совета ветеранов Московской области, наш земляк Виктор Пикуль. Хотел от имени Московской областной организации ветеранов, от лица людей старшего поколения нашего Подмосковья поздравить всех с этим важным, знаковым, историческим событием, которое сегодня происходит в нашей стране, потому что голосование по изменениям и внесению по праву в Конституцию Российской Федерации это действительно событие огромной исторической важности. При этом каждый гражданин нашего государства имеет право, имеет возможность, имеет все условия для того, чтобы выразить свое мнение. Участок 12-91. Все дни голосования он находился на территории многофункционального центра в микрорайоне Купеленка. В финальный день голосования 1 июля было принято решение разместить его на открытом воздухе. Ведь сегодня ожидается большой поток избирателей, чтобы люди могли соблюдать социальную дистанцию. В МФЦ это, будем так, немножко стесненные обстоятельства, потому что выделена одна небольшая комната. Соответственно, вход по одному человеку осуществлялся все эти дни. Многие люди говорили о том, что мы хотим прийти проголосовать 1-го числа. И, соответственно, было принято решение вывести сюда избирательный участок для того, чтобы была больше проходимость людей. И действительно, основной поток избирателей пошел именно сегодня. Люди чувствуют свою гражданскую ответственность. Несмотря на преклонный возраст, участок номер 36-34 в Центральной районной библиотеке посетил ветеран Великой Отечественной войны Борис Конельский. Каждый гражданин, который проживает в нашей стране, должен проголосовать так, как он является гражданином нашей страны. И каждый из них хочет, чтобы страна жила лучше. А раз живет страна лучше, значит и люди будут жить лучше. Поэтому каждый должен выполнить свой долг, прийти на избирательный участок. На всех избирательных участках Ленинского городского округа соблюдены санитарные меры, введенные с издействи с пандемией. На входе выдаются маски и перчатки. Их, конечно, надо надеть. Меряют температуру. Избирательные залы просторные. Здесь есть чем дышать. Все сделано для того, чтобы соблюдать социальную дистанцию. Члены участковых избирательных комиссий также используют индивидуальные средства защиты. Можно сказать, вот участок 36-34. Пример для подражания. Все это время организовывать процесс голосования помогали волонтеры Конституции. Они информировали население о правилах голосования. А в финальный день их задача была более творческая. Сегодня мы находимся на избирательном участке 12-93 и 12-94. Задача волонтеров Конституции сегодня некая другая. Мы предлагаем людям взять интересные наклеечки и сделать памятную фотографию на нашем стенде с такого исторического события. Все избирательные участки будут открыты до 8 вечера. Поэтому, если вы еще не успели отдать свой голос, время есть, но следует поторопиться. Юлия Погасян, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ. И на этом у нас все новости. Если вы еще не побывали на своем избирательном участке, торопитесь. Участки закроются ровно в 20.00. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok